Девчонки, еще раз всем огромный привет с Украины! Будем делать обзор на видео Эдика Адамяна. Заглянула я в Белебей. Все помните, что Эдик с Гульнас отправились в Уфу на консультацию в республиканскую больницу. Приехали они к брату Эдика, к Валерии с Римой. И показали нам Рима в квартире, готовит ужин, садятся за стол, домашняя лапша с бульоном. Кстати, очень аппетитно выглядело, захотелось, знаете, даже такое попробовать. И сыр какой-то такой мудреный, я не пробовала, скорее всего, такого. Какой-то армянский был заявлен. Много всего, зелени, в общем, стол прекрасный. Две семьи, родственники, братья, родные по отцу собрались. Давид, как я уже говорила, сын Валеры отсутствует. Он у бабушки с дедушкой отдыхает. И, ребята, здесь молодежь, могу их так назвать, но не старики же, правда? Вместе встретились две семьи. Эдик примеряет кожаную куртку. Пузень торчит. Валерчика куртка, насколько я понимаю. И говорит, что мне хорошо, мне очень даже все замечательно, сходится по размеру. Куда ему там сходится? Она ему совершенно мала. Он все равняется на Валеру. Валера, конечно же, выше, стройнее, нет такого живота. Также примерил эту кожаную куртку. На нем, конечно же, все смотрится по-другому. Намного интереснее, приличнее. Как-то она выглядит, потому что вещь куплена по размеру. Эдику, конечно, нужно, девочки, на два размерчика больше. Плечи, хотя великоваты как-то у куртки для Эдика. Но в талии такой себе пузырь надутый. И еще, девчонки, хочу сказать вам, что посмотрела. Вот в процессе видео несколько ракурсов было Эдика. Он сильно поправился, сильно-сильно поправился. Не идет ему такая полнота. Коротенький такой росточек, совершенно маленький. Сам весь жирненький. Лицо адутловатое, толстое. И мне кажется, ему даже дышать тяжело. Это нагрузка большая и на ноги, и на позвоночник, и на сердце. И по человеку видно, что здоровья такая полнота, такой вес не прибавляет. Держат они с утра, с раннего утра путь в больницу. Валера садится за руль на своей машине, отвозит Эдика с Гульнас в больницу. Потому что, Эдик, сколько лет за рулем? Эдик. И все боится ехать по городу. Ну что особенного? Конечно, нужно быть аккуратней, внимательней, осторожней. Тем не менее, ты же водитель со стажем. Боится, девчонки, не выезжает. Постоянно берет какого-то человека, чтобы сопровождал его. То был Салават, сейчас Валера за рулем. Приехали. Пост сдал, пост принял. Валера уехал, настолько я понимаю, на работу. Доставил их под крыльцо больницы. И, девочки, дальше. А дальше не все так весело, как бы хотелось. Прошли консультацию, Гульнас побывала у врача. Вышла, я вижу, конечно же, женщина расстроена. И сейчас мы с вами поговорим чуть-чуть подробнее. Остановимся. Она поведала все, нам рассказала, что сказал врач. Посмотрел снимки рентгеновские. Помните, когда вы мне писали очень много комментариев? Как вы со мной спорили, когда я вам рассказывала, девочки? У меня в семье есть пример. Это не понаслышке. Я знаю ситуацию изнутри. Я же вам рассказывала, что сустав ставят максимум на 15 лет. И дело не в протезе. Он будет еще служить и служить. С ним ничего бы с этим суставом, сплав металла не случилось. Они есть разные, разного производителя. Можно взять с титановыми головками. Он на тысячу лет, этот металл. Стирается, кстати, подробно вам даже скажу такую информацию. Что-то там 0,2 микрона, по-моему, за 10 лет, что-то такое. Из чего следует, что он бы носился тысячи лет? В другом причина, в другом. Этот протез забивается вот так вот в кость, в нашу кость от природы. И не выдерживает именно кость. Именно кость разрушается со временем. Такое выражение есть усталость кости. У каждого человека чисто индивидуально организм реагирует на это инородное тело, на этот протез. Мне девочки там писали, Анжелика, зачем ты пугаешь людей, когда я говорила вам открыто, что врачи заявляют, и в инструкции к этим протезам заявлено максимум 15 лет эксплуатации такого сустава. Но на практике, ребят, это значительно меньше. Нам много врачей, ортопедов озвучивали цифру 10 лет, а то и 8 лет. А потом другой протез. А другой протез, то есть следующий, это еще одна дополнительная операция. Ой, боже мой, очень грустно об этом говорить, но никуда не денешься. А другой процесс, срок в 2 раза меньше. То есть, если там 15 лет, то сейчас они дают 7 лет. А на самом деле, дай бог, чтобы это было 7 лет, но это меньше, девочки. Я не хочу сейчас называть цифры, но все выглядит именно так. Две женщины мне писали, Анжелика, не пугай людей, вот кто-то там тоже из знакомых, по-моему, или родственников, поставили протез и ходит уже 23 года, и ничего страшного, и все замечательно, и служит этот сустав. Девчонки, молитесь Богу. И слава тебе, Господи, что вот так у человека прижилось, и кость не разрушается, и этот протез служит столько лет. Конечно же, я допускаю, что может быть такое. Все, повторюсь, чисто индивидуально. Вот у одного человека, может он и прослужит 30-35 лет, хотя это сумасшедшая цифра, и врачи всегда смеются, говорят, что такого может не быть. Я верю, что вот что касается здоровья, может быть все, что угодно. У всех будет людей, допустим, больных одинаковый диагноз, а протекать заболевания будет по-разному, потому что каждый организм чисто индивидуален. Так и в данном случае, в ортопедии. У меня в семье много медиков, и я вплотную знакома с этим, не только с ортопедией, все, что касается медицины. Если я что-то озвучиваю, ребят, это не просто так, не голословно. Я говорю вслух только тогда, когда я уверена в том, что я говорю. Я знаю эту проблему. Вот, поэтому врачи у нас сказали, что оттягивать нужно время, как можно дольше ходить на своем суставе, на своей ноге. 40 лет женщине, ну и что? Ну, послужит даже 15 лет, возьмем этот сустав, это 55 лет. Ну, следующий возьмем вообще даже из фантастики какой-то, да, из области фантастики, пофантазируем цифры, еще 10 лет. 55 и 10, это 65 лет. А дальше? Инвалидное кресло? Что дальше? Поэтому я объясняю все так подробно, потому что много людей имеют такую проблему. Я вам разжевываю и рассказываю. Поэтому врачи говорят, нужно оттянуть как можно дольше этого времени, чтобы вы были насколько возможно старше. И чтобы, если поставить этот сустав, чтобы он вам прослужил до конца ваших дней. Вот сейчас понятно? Это жесткие слова, может быть, даже где-то немного жестокие, но я констатирую факт. Это факт. Никуда от этого не денешься. А вы мне писали, что ты там придумываешь, ты нифига не знаешь, ты пугаешь людей, зачем ты это вслух говоришь? Я говорю о том, что знаю наверняка, девочки. Вот сейчас мы все услышали. Гульнас повторила, озвучила слова врача, те, что я вам подробно, совершенно недавно рассказывала. Лечение продолжается у нее таблетировано. Уколы опять, скорее всего, будут какие-то физпроцедуры. Она говорит, не хочется. Ой, опять эти уколы. Гульнас, боже мой, лучше уколы и таблетки, чем сейчас менять сустав. И чем это все закончится. И во сколько лет, никто не знает. От всей души желаю здоровья. Любому человеку, в том числе и Гульнас. Здоровья, чтобы все у нее сложилось, чтобы все получилось. С тростью сказали, можно немножко как-то чередовать. Можно уже по чуть-чуть пытаться ходить без палочки. Хотя я видела, она нарушала этот режим. Без палочки она ходит давно. А Эдик там распинался в машине, сидел все дураки, зрители. Я объясняю, говорит Эдик, тысячи раз. Меня не слышит. Эдик, ты каждый раз говоришь другое. Ты каждый раз переобуваешься так же в воздухе. Один раз сказал одно, другой раз другое. Ты все время меняешь информацию. Нужно было ходить с палочкой и беречь сустав вот ровно до того дня, пока врач не сказал. А вот сейчас вы можете пытаться ходить без палочки. И только сейчас, Эдик, вот только когда вы вышли из больницы, Гульнас могла эту палочку иногда оставлять дома и пытаться ходить без нее. А вы? А вы трясетесь в машине. А ей этого делать нельзя, потому что сам озвучил, раздроблен таз на мелкие осколки, девочки. Это не один перелом, это ни одна и ни две трещины. Очень много, как они сказали, мелких-мелких осколочков. Это, конечно же, ужасно. Жизнь у человека перевернулась, с ног на голову встала. Это, конечно, кошмар и ужас. Никому не желаю, чтобы вот такое, Боже, упаси. Но режим нарушался, девчонки, и это не есть хорошо. Нужно строго следовать всем словам и преднаписаниям врача. Не береглась. Тоже это минус, ребят. Нужно беречься. Вот такой не очень веселый обзор. Направляются домой сейчас, едут. Сказал еще два слова. А вы мне говорили взять с собой детей. Куда их брать? Вот приехали, уехали. Все быстро. На улице жарко. И мы уезжаем. Куда этих детей брать? Снять жилье, Эдик, в Уфе на два дня. Какая проблема? Девчонки, вы видите в этом проблему? Я нет. Снять жилье, приехать с детьми. Прошла консультацию Гульнас. Взял детей. Поехали в кафе, в ресторанчики. Где-то пообедали. И где-то поехали гулять, рассматривать достопримечательности. В чем проблема? Я ее не вижу. Все можно сделать, было бы желание. Снять жилье, не самое дорогое, даже ту же гостиницу. Два дня, девчонки. Это всего лишь два дня. Но нет, у Эдика все сложно. И невозможно вообще. Но ждем, куда теперь они поедут отдыхать. Куда Эдик вывезет свою семью, свою жену. Где он ее оздоровит. Деток куда повезет. Конечно же, мы с вами этим интересуемся. Мы не безразличны. Потому что очень давно смотрим эту семью, жизнь. Что у них там происходит. И будем дальше делать обзоры, девчонки. Всем пока и хорошего настроения. До скорых встреч.